Доброго здоровья, дорогие друзья! Христос Воскресе! Хотел бы задать старообрядцам вопрос Сейчас вот за мной портреты известных всем старообрядцам Святейших Патриархов первых пять и как раз таки в связи с ними хотелось бы задать вопрос Скажите пожалуйста Святейший Патриарх Ио Святейший Патриарх Гермоген Святейший Патриарх Филарет Святейший Патриарх Иосиф Святейший Патриарх Иосиф Святейший Патриарх Никон Все они пребывали в полном молитвенном и евхалистическом общении с поместными православными церквями То бишь вот эти пять патриархов до 17 века задолго до реформы Святейшего Патриарха Никона пребывали то есть будучи старообрядцами пребывали в полном молитвенном и евхалистическом общении с новобрядцами вот поместных православных церквей У меня вот возникает вопрос почему если вы считаете что новые чины и обряды это догматическая ересь и по 15 правилу двукратного собора нужно было уходить в раскол то почему вот эти патриархи пребывали в молитвенном и евхалистическом общении полном совместно сослужили принимали участие ездили в поместные церкви молились совместно приказывались к святым мощам новобрядческих святых до 17 века вот почему они не прерывали общение и почему святейший патриарх святитель Иов первый московский патриарх почему его поставил на патриаршество именно новобрядец а не архиерейский собор русской православной церкви то бишь его поставил на патриаршество святитель святейший патриарх Иеремия Иеремия II да он будучи новобрядцем щепотником поставил первого русского патриарха святителя Иова скажите пожалуйста это вообще нормально патриарх